Добрый день! И мы находимся на этой неделе в главе Ваера, сказанном в нашей недельной главе «И услышал Бог голос отрока, и ангел Бога возвал Кагарь с небес, встань, подними отрока, подержи его рукой, ибо я великим народом сделаю я его». В первоисточнике это «Гой Гадоль Асимену». В прошлое, в этой недельной главе Тора рассказывает нам об Ишмаэле, о формировании генотипа Ишмаэля, как мы говорим, духовного корня. Из слова в этих главах, из объяснения наших мудрецов, мы узнаем, какой этот духовный корень, потомкам Ишмаэля. И нас в первую очередь интересуют, конечно, арабы, которые приносят столько сраданий нашему народу на нашей земле и за ее пределами. Есть ли способ бороться с ними? Есть ли возможность победить их? Как? Давайте посмотрим. Еще до этого обещания, тяжелого для нас обещания, народом великим сделаю я его, в прошлой недельной главе, главе Лех-Леха, сказано, и молил Авраам Всевышнего, а Богу Авраам сказал, пусть Ишмаэль будет жив перед тобой. И Творец ответил ему тогда, «Я услышал твою просьбу Бешмаэля, я благословлю его и сделаю его потопством плодовитым и народом великим». Опять тоже Гой Годоль. В результате благословения в прошлой недельной главе Всевышний одарил Ишмаэля самостоятельной силой и властью. И обращают наше внимание мудрецы, что христианский мир получил свою силу от нас, от еврейского парня, пророка, которого они сделали Богом. А потомки Ишмаэля, арабский мир, имеют свою собственную силу. Он благословлен Богом, и это одна из составляющих его силы. А в Святой книге Зор, мы знаем, это второй век, является основной книгой Кабалы, тайного учения Торы, учения об устройстве мироздания, объяснено, почему именно потомки Ишмаэля претендуют на землю Израиля. В ней, в разделе «О нашей недельной главе Вайра» описана следующая ситуация. Саар, верховный ангел Ишмаэля, просит у Всевышнего, «Ведь Ишмаэль был обрезан, почему же у него нет такой доли в твоем имени, как у Ицхака?» И ответил Всевышний, «Потому что Ицхак был обрезан так, как установлено, а этот нет». Хотя Всевышний и отбрил верховного ангела Ишмаэля, но его вопрос-просьба не была оставлена Всевышним без внимания. В ответ на нее Всевышний дал потомкам Ишмаэля в награду долю Святой Земле, но при этом отдалил их от источника святости в Высшем мире. И предсказано в книге Зор, «Сыны Ишмаэля будут владеть Святой Землей, когда та будет долгие годы пустовать, и они будут препятствовать сынам Израиля возвращению на Святую Землю до тех пор, пока не исчерпается заслуга Ишмаэля за обрезание». То есть мы видим, что из-за того, что Ишмаэль был обрезан и вступил в Святой Союз с Богом еще до того, как Ицхак появился на свет, он получает заслугу, которая дает ему еще больше самостоятельной силы, полученной не от сыновей Израиля и не зависящей от них. Пишет об этом Рамбам. Я процитирую снова. «Сила Ишмаэля делать нам зло очень велика, больше, чем у других народов, и воевать против них невозможно. Нет возможности осилить их, так как осилить можно только тот народ, который забрал себе твою силу, тогда есть возможность победить и вернуть себе силу и царство. А Ишмаэль, у Ишмаэля есть собственный источник, не зависящий от нас. Невозможно забрать у него это в тот период, когда Бог им это дал. А когда, как он дал, говорит Азор, пока не исчерпается заслуга Ишмаэля за обрезание. Победить его есть только одна возможность – поставить себя так, что будет очевидно в мире, что мы – главное потомство Авраама. То есть, когда раскроется сказанное Аврааму и так, как в Ицхаке, назовется твое потомство. Только если мы поставим себя так, что будем достойны названия истинного потомства Авраама, только тогда мы будем лучше их, как это была причина изгнания Ишмаэля от Ицхака. Это был конец цитаты. Полное духовное право на нашу землю вернется нам только тогда, когда изменится соотношение. Первое – мы, еврейский народ, станем вести себя как достойные истинные потомки Авраама. И второе – исчерпаются заслуги Ишмаэля. Другими словами, когда мы получим духовное превосходство в полноте. И еще, из всех семидесяти основных народов, которые создал Бог, Его имя, вы помните при разделении Вавилонской башни, Его имя, имя Бога, включено лишь в название двух народов Исра-эль и Ишмаэль. Ишмаэль услышит Бог. То есть, они делают все только во имя Бога. Ну, с их точки зрения. И сказано в Медраше, ему дано имя Ишмаэль, именно потому, что в будущем евреи будут стонать от тех страданий, которые причинят им потомки Ишмаэля. И тогда услышит Бог Ишмаэль. И он покарает Ишмаэльтян. И так предсказывал Раби Хаэм Виталь, это ближайший ученик великого каббалиста Ризаля, более четырех веков тому назад. Имеется в виду следующее. Если в будущем евреи не смогут сами укрепиться в вере, то Всевышнему придется пробудить их, чтобы они вновь поднялись на свой высочайший уровень. И эта миссия будет возложена именно на потомкам Ишмаэля возвратить евреев к их вере. Они будут предъявлять претензии на владение Святой Землей, не согласятся ни на какие уступки, ведь эта земля причитается им по их вере. И с учетом сказанного, выше взор, они отчасти правы. Страдания, которые принесут евреям потомки Ишмаэля, приведут народ Израиля к раскаянию, вернут к Богу, а в заслугу этого придет окончательное избавление. О подобном пути раскаяния говорится в Талмуде, что если евреи не вернутся к Творцу сами из любви к нему, то Всевышний, цитата, поставит над ними царя грозного как Аман, и тогда евреи раскаются и возвратятся на добрый путь. Это в Талмуде в трактате Сангендрин. И в самой Торе обещано, что в конце времен, в конце изнания, евреи возвратятся к Творцу, и тогда сразу придет избавление. Ведь написано, мы читаем в главе на Цавим, я процитирую снова, «А когда исполняться для вас все эти слова и благословения, и проклятия, и обратитесь к Богу всесильному вашему, и вы, и ваши дети, и сердцем, всем душой, тогда и станете исполнять Его волю во всем, что я заповедовал вам сегодня. Тогда Бог всесильный ваш возвратит вас из изгнания и снова соберет вас, собрав от всех народов, среди которых рассеет вас Бог всесильный ваш». И эти слова из главы над самим Вайлэх, которые со слов Вильнинского года соответствуют нашим годам, 1940-2040 году или 5700-5800 года от сотворения мира, они соответствуют нашему как раз периоду. То есть, кому израильское государство дало право решать израильский грабский конфликт, тому перед тем, как его решать, нужно изучить сказанное в этих главах Торы, в Талмуде, в Кабале, который мы сейчас процитировали. Нет силового варианта и нет дипломатического никакого варианта. Есть один вариант, получить духовное превосходство над ними, то есть стать достойными названиями истинного потомства Авраама, то есть жить по Торе и заповедям. Желаю нам всем победы на нашей земле, она всецела на наших руках, и, конечно, чтобы получить духовное превосходство над потомками Ишмеля, нам нужно всем собраться в земле Израиля, как это предсказано, это случится с 1940 года, до 2040, собраться нам здесь и подавляюще большинству из нас соблюдать заповеди в земле Израиля. Только так мы сможем приблизить нашу победу над ними. И главное, это сделает возможным приход Машеха и полное окончательное избавление. Да случится это в скорости в наши дни. Сил всем и выносливости, браха веатслаха, благословения и успеха. И остаемся и дальше в поисках смысла.